Доброе утро, дорогие друзья! Пастор Владислав, он на выезде, и у него есть это время отдыха. И сейчас я вам попросил провести это слово посвящение. Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это время, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, также за время пастора Владислава и Галины Петровны. Мы, Иисус, даруем это удивительный отдых. Иисус, мы славим и благодарим Тебя за удивительные и драгоценные дары. Иисус, слава Тебе. Благослови также это время, Иисус, время обновления Твоим словом, обновляющейся манной, Господь. Благодарим Тебя за это время слышания и время также освящения Твоих стихов, Господи, Иисус, слава Тебе. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава. Прочитаем стихи 7 и 8. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И также послание к Эфесянам с 11 стиха, с 10 давайте, 6 глава, с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чресло ваше истинною, и облегшись броню праведность, и обувь ноги в готовность благовества. А чаще всего возьмите щит веры, которым возможите угостить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Итак, я назвал это слово, эту основную мысль сегодня «Защищенность Божьим всеоружии». И мы прочитали с вами этот отрывок, говорящий о Божьем всеоружии. Но прежде давайте вернемся в Евангелие от Луки, к 7 и 8 стихам, и увидим, кого он защищает. Бог ли не защитит избранных своих? Избранные – это те, которые уже приняли эту вечную защиту в Иисусе Христе, вечную защищенность в Иисусе Христе. И они имеют эту же вечную защищенность, но им также каждому верующему, каждому избранному необходима эта защищенность во всеоружии Божьем, в дарах Божьих, которые мы с вами прочитали в Ифсяном 6 главе. Для чего эта защита дается, как мы с вами здесь видим? Потому что каждый избранный и уже защищенный вечной защищенностью, он, безусловно, будет сталкиваться с этими кознями дьявольскими. Это означает тончайшие планы, которые направлены непосредственно ко всем избранным, или рожденным свыше, или святым, через которых Бог освящает и совершает свои удивительные совершения в Евангелии Иисуса Христа. Это направлено в отношении избранных, это направлено в отношении святых. И поэтому здесь говорится «облекитесь во всеоружие Божие». Это полный комплекс брони или доспехов солдат. Это полный комплекс брони и доспехов солдат. Мы с вами знаем, что апостол Павел был римским гражданином. И я так размышлял, скорее всего, это духовное приложение Божьего всеоружия, он явил в свете аналогии именно всеоружия, допустим, римского солдата. Стоит также отметить, что удивительно, почему мы с вами стали избранными. Потому что сам Бог, когда ходил здесь по земле, когда Он сошел с небес, Он не стал использовать эти физические всеоружия. Помните, как в Евангелии от Иоанна говорится, когда пришли за ним Иуда, римские воины, он не стал пользоваться мечом. Более того, когда Петр воспользовался мечом, чтобы отсечь ухо Малху, он сказал «вложи ножны обратно», то есть «убери этот меч». Почему? Потому что так надлежало пострадать, так надлежит Иисусу Христу. Или как Он буквально там говорит «разве мне не пережить эту чашу, приготовленную Отцом». Он не стал этим пользоваться. У него был другой призыв. Когда Он был на земле, главным Его призывом было, чтобы положить свою жизнь за всех людей в этом мире, всех поколений. И Он это совершил. И это совершилось. Он понес это наказание на кресте. Была пролита кровь на кресте Голгофе. И благодаря этому совершается это спасение. И совершилось это спасение, что каждый теперь может стать избранным. Избранным просто приняв это оправдание и спасение по вере в Иисуса Христа. И для избранных теперь есть эта удивительная благодать. Ходить в Иисусе Христе, где необходимо также пребывать в этой защищенности. И мы видим эту защищенность, которую Бог дает в удивительных дарах для каждого избранного во всеоружии Божьем. Которая можно представить, представленная в аналогии воина. Где есть и щит, и шлем спасения. Щит веры, обувь, чтобы ходить, благовествовать. И теперь мы с вами рассмотрим это удивительное всеоружие. Итак, первое, о чем он говорит, это в Ифсианом 6 главе. Он говорит, станьте. И можно, во-первых, это слово хистеми. Что означает, одно из значений этого слова, это пребывать или продолжать. Или можно представить также, что, безусловно, этому времени предшествует время, когда мы сидим или в корпоративном собрании, как сейчас, и это здорово, если есть такая возможность, если есть такая благодать, воспринимать и слышать Слово Божье. Или же это индивидуально, когда мы сидим и, допустим, читаем Писание, и Господь Иисус Христос также верен наградить нас удивительными освящениями всех Его удивительных драгоценностей и сокровищ. И это означает пребывать в том, что было посеяно в тебе, в том, что было вложено в тебе. Это словно продолжающее, последовательное действие, где начало, это, безусловно, мы воспринимаем от Слова Божьего. Встаньте на основе того, что вы услышали, на основе того, что восприняли. И каждое его действие таким образом мы видим, что, безусловно, оно совершается Иисусом Христом. Как здорово! Каждое из этих глаголов мы можем сказать в дополнении или в освящении, что это Он поднимает нас. Потому что это Он дает пищу для того, чтобы воспринять. Это Он дает способность для того, чтобы принять освящение, принять эти удивительные картины всех удивительных покрываемых отрывков. И также это Он поднимает, как здорово, как последовательное действие. Он приводит к тому, чтобы мы уселись, как вы сегодня. Каждый принял это решение, и Он усадил вас, и вы искупаете это время. И также время освящения, и Он также и поднимает. Облекитесь в броню праведности. Броня праведности – это слово «дикая суна». Это означает оправдание и праведность. Это дается в качестве дара. Первоначально, как всем избранным, которые уверовали и приняли эту благодать, оправдаться даром, не по делам. И у нас у всех, как у святых божьих, есть этот дар праведности и дар оправдания, которое мы приняли. И также совершается укрепление в этой праведности, когда мы возрастаем в ней путем также восприятия этих мыслей. Облекитесь в броню праведности или оденьте эту броню и ходите в ней. И это совершается также под воздействием восприятия истин Его на каждый день. Другой, мы, например, вчера с вами на служении говорили о Иеремии 31 главе, с 31 по 34 стихов. И там говорится о Божьем обетовании, что уже не будет необходимости обучать. Потому что мы с вами обучены в доктринах, что у нас есть праведность, у нас есть вечная жизнь. Другое дело, нам на повседневной основе просто крайне необходимо одеваться в эту броню праведности, что в практическом приложении означает укрепляться истинами о праведности. Укрепляться именно словом и истинною пищей о броне. Это то же самое, что, например, опять же, эту броню праведности одевает Отец в Иисусе Христе или Иисус. Это можно представить, как, например, в Евангелии от Луки, 15 главе, «Сын отца» в приложении «Это верующий в Иисуса Христа, оправданный и спасенный». Он просто говорит «Принесите лучшие одежды». Лучшая одежда по значению может также представлять, безусловно, одежды праведности. И он одевает на нас тогда, когда мы упражняемся в этом слове, истин, воспринимая ее. И это опять удивительным образом совершает он. Он одевает нас, облекает нас в броню праведности, когда мы постигаем его истины и укрепляемся этими истинами. Как здорово! Обувь в ноги, а в готовность благовествовать. Итак, это слово... Здесь я размышлял о такой мысли. Исход 3 глава 5 стих. Это мы видим там, что прежде Бог говорит Моисею «Сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, святый». Это означает, что мы как бы снимаем обувь здесь в данном значении, опять же, тесно связано со значением мысли. Это, безусловно, относится к нашим мыслям, которые в последовательности также имеют действие. Мы с вами воспринимаем мысли, они, безусловно, вытесняют наши собственные мысли. И теперь мы готовы ходить в его обуви. Мы сняли... Вернее, он снял с нас свою обувь, чтобы мы одели его обувь. И у нас есть эта удивительная благодать, когда мы ходим в его обуви. Что это означает? Как мы с вами сказали, в его обуви у нас есть эта удивительная готовность, как благодать Божья. Это означает, что у нас есть наблюдательность и обозрение всего происходящего. Да, это, как помните, у воинов из судей шестой главы. Я забыл его имя. Когда помните, они, 300 воинов, обозревали, что происходит. И в наших практических делах у нас есть эта благодать и способность быть готовыми, которая совершается через наблюдение и обозрение того, что совершается. Ну, например, вы идете за покупками. Сейчас лето, сезон. Многие из вас, наверное, готовятся и варят салаты или варенье. И вам необходимо сходить на базар и купить эти овощи или фрукты. Вы берете, допустим, чернику или малину. Но вместе с этим у вас есть удивительная способность и готовность все обозревать. И готовность благовестной. Это удивительная благодать и способность от Духа Святого Христом, что он указывает и напоминает вам, что вы Христовы. И дает способность и благодать, словно что-то передергивает вас изнутри. И вы принимаете эту благодать, если возможно, подарить трактат или подарить календарик. А если есть возможность поговорить с человеком, как здорово. Вы совершаете те же самые необходимые вещи на повседневной основе. Но также у вас есть эта благодать готовности от Иисуса Христа. Что он дает эту благодать способности наблюдать и обозревать, и искать эти возможности. И как здорово, что это все совершается им. С одной стороны, вы как бы, может быть, заняты и увлечены практическими делами. Их тоже нужно выполнять. Но с другой стороны, тут же есть верность, напоминание от Духа Святого, что он таким образом может что-то передергнуть вас изнутри. И вы откликаетесь на то, чтобы подарить трактат, подарить календарик. Или поговорить там, где, допустим, у вас нет трактата, или нет возможности подарить. Вы уделяете этому время, и вы ободрены таким образом. И он, опять же, совершает эту готовность через пути обозрения и наблюдения и поиски возможностей. И это, безусловно, так же все совершается им. Следующий, 16 стих. Паще всего, превыше всего, возьмите щит веры. Это слово «thuerus», которое обозначает, может иметь значение «широкий». Широкий щит, который защищает полностью вас как в ширине, так и по всей высоте. Это дает нам освещение того, что его истины способны защитить нас от раскаленных стрел лукавого во весь рост. Или полностью. Это говорит о том, что ни одна стрела лукавого не может поразить нас, когда мы восприимчивы к истине его. Ни одна стрела не может поразить ни одну часть нашего тела, когда мы пребываем в этих удивительных призывах и дарах в истине Божьей. Потому что мы с вами знаем и видим, для чего нам дается все оружие. Для того, чтобы быть в этой брани, в этой битве, в которой, как говорится, я пропустил эту мысль, но мы можем ее сейчас упомянуть. Эта брань, эти козни лукавого или дьявола направлены для того, чтобы обезвредить избранных. Обезвредить через того, через кого освещается эта святость по благодати. Я подумал, что значит обезвредить? Что значит поразить? Это Иоанна 10 глава 10 стих, где говорится, что он пришел или пытается, дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот в чем заключается, с одной стороны, или отчасти, это брань, эти козни дьявольские, чтобы украсть, убить и погубить в отношении уже избранного, в отношении уже верующего. Что это означает украсть? Это означает украсть мысли Божьи или украсть пищу обновляющейся манны. И в нашей жизни у нас могут быть возможности, когда мы, как сейчас, освещаемся в Слове Божьем совместно. Есть освещение также индивидуально, но пусть это будет, лучше всего, если это будет собрание. Потому что если будут красаться мысли, тогда следующее слово убить, человек будет находиться в мертвом состоянии. И погубить в приложении, что какой-то отрезок, он будет недееспособным или не будет являть Христа. Я подумал о таких временах, это не в осуждении, при том, что мы можем поразмышлять, размышляя над этим стихом, над этим словом. Я подумал, может быть у Авраама было такое время, целых 13 лет, когда он был занят своим сыном, Измаилом. Но затем, опять же, кто его пришел, поднял по благодати и милости, поднял его сам Господь Бог. Мы не можем быть убиты навеки, у нас не может быть забрана вечная защищенность и вечное спасение. Но он может совершить, что мы можем быть на какой-то промежуток, как Авраам, просто взять и отпасть. Или, например, опять же, блудный сын. У него не было никакого интереса, чтобы воспринимать от отца. Это привело к тому, что он пребывал в этом мертвом состоянии. И какой-то промежуток времени он ушел в дальнюю страну. И это, можно сказать, было время погибели. Он не умер физически. И он не умрет. И он не умер. Тем более, это относится к каждому верующему. Никто не переживет потери спасения из избранной. Тем более, мы видим с вами, как удивительным образом Бог поднимает и Авраама, приходит к нему. Бог приходит также и к будному сыну. Там наступает голод, и он возвращает его. И он тут же одевает его снова в эти праведные одежды. Дает перстень и дает обувь на ноги. Готовность. И все это удивительным образом, опять же, совершается Богом. Наше восстановление. Итак, все эти козни могут быть направлены и направлены тончайшие планы для того, чтобы в нашей жизни были украдены наши мысли, украдена обновляющаяся манна на каждый день. Чтобы таким образом мы были в мертвом состоянии, и чтобы это было также на продолжительное время. Необходимо отметить, что пока избранный верующий, спасенный жив, каждый имеет эту способность пребывать и быть оживленным в Иисусе Христе. Даже если он сидит дома и прикован к креслу, и не может уже подняться. Есть это время поклонения Иисусу Христу, поклонения в песнях, размышлениях, и прославления, и благодарности Иисусу Христу. И он дает эту благодать. Следующее. Итак, у нас есть обувь, у нас есть благодать готовности, благодать обозрения и наблюдения, и также благодать упоминания и призыв к действию от Иисуса Христа. И у нас есть щит веры, это широкий щит, когда мы пребываем в истину, что говорит нам, что ни одна стрела не может поразить нас, если мы пребываем в истине. Никаким образом щит веры ставится, и опять же, мы можем увидеть, что это он ставит щит, укрепляя нас через слышание Слова Божьего. Римлянам 10 глава 17 стих. И также, как здорово, в духовном плане мы обязательно видим, что он защищает, и он наш адвокат. Это всегда в наших мыслях. 1 Иоанн 2 глава 1-2 стих. Потому что дьявол приходит и говорит, ну посмотри, какой он. А Иисус Христос защищает нас, и более того, дает способность, он ставит этот щит во весь рост, во всю ширину. Что когда мы пребываем в истине, ни одна стрела лукавого не может поразить нас. Ни одни проекции не могут поразить нас, благодаря этой благодати. Его щита во весь рост и во всю ширину истинную Божью. И это также является его благодатью. Меч духовный. Это слово макайра. Нож или меч. И то же самое слово используется в Евреям 4 главе 12 стихе. Там говорится о мече обоюдоостром. И это слово Божье, которое проникает до суставов и мозгов и отделяет все духовное от душевного. Или душевное от духовного. Это необходимо также для нас в качестве ежедневного обновления, ежедневной профилактики, если можно так выразить. Ежедневное обновление лучше. Потому что мы живем в этом мире, и в этом мире душевные вещи, они способны прилипать. И они способны воздействовать на нас, если мы не исполнены им. И нам необходимо это, можно сказать, постоянное обследование Словом Божьим. Где он, проникая, отделяет сну, возвращает нас в освящение истины. И как он это совершает? Он раскрывает нам драгоценности свои. Когда мы легко отказываемся от тех вещей, которые, казалось бы, прилипли сначала к нам, тянут нас. Но затем, когда мы позволяем его слово глубоко проникнуть до суставов и мозгов, он легко может отделить душевное, как это совершалось с Моисеем в пустыне. И как он совершал это, там говорится, что это для него было сокровище. Это было для него богатство. И поэтому он принял это решение оставить этот статус сына, дочери фараонова и не наслаждаться грехами этого мира. Почему? Потому что каждый раз, когда мы воспринимаем эту истину, перед нами освящается сокровище его, богатство его. И тогда мы говорим, зачем мне это надо? Это духовные вещи. Мы начинаем видеть духовные богатства. И тогда, как в жизни апостола Павла и во всех других героях веры, мы видим эти удивительные сокровища. И это, опять же, он совершает удивительным образом. И последнее, это молитва о всех святых, 18 стих. Молитва во всякое время духом, во всякий день. Давайте прочитаем еще раз, чтобы точно было. 6-й, 18 стих. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем, со всяким постоянством и молением о всех святых. И так он говорит, молитесь здесь о всех святых во всякое время. И, безусловно, молитва – это принятые мысли от Бога во время также восприятия Его слова. Это совершается через постоянное обновление Его также Словом Божьим, которое также дает нам способность обозревать, как всех святых. И мы молимся о всех святых, потому что каждый святой будет проходить через эту брань, где лукавый или дьявол имеет тончайший план, чтобы увлечь или украсть, убить и погубить каждого избранного. Но есть благодать Божья, где Он совершает то, что мы и стоем, и это Он поднимает нас, и одеваемся – это Он одевает нас, и облекаемся – это Он облекает нас, и обуваемся – это Он обувает нас, и таким образом также дает обозрение и память, чтобы молиться о всех святых. И более того, конечно же, о всех несвятых также, об этом мире. Потому что Церковь направлена для того, чтобы молиться о тех, чтобы те, которые не приняли Иисуса Христа, обязательно приняли. Мы молимся об этом. Мы не знаем, примут они или нет, но мы молимся, и наше действие направлено на то, чтобы и они приняли, безусловно, спасение Иисуса Христа. Мы молимся как о святых, потому что каждый святой, каждый избранный подвергается этим козням, этим тончайшим планам атаки от сатаны. И мы молимся также, безусловно, о несвятых. Аминь. Благослови вас Господь. И давайте помолимся в завершение. Дорогой Иисус, благодарим Тебя за эту благодать избранности, Иисус. Эту благодать спасения, Господь наш. И также, безусловно, мы благодарим Тебя за эту благодать Твоего всеоружия, защиты в Твоем всеоружии, Иисус Христос. Благодарим Тебя, что Ты был казнен за нас, Иисус, и не защищал себя, потому что Тебе надлежало принять эту чашу страданий, Иисус. И благодаря этому все могут стать избранными, Иисус, что означает, все люди на земле, все грешники, вне зависимости от степени греха, могут принять этот дар праведности, дар оправдания и дар спасения. Мы обращаемся к тем, которые будут слушать онлайн. Если вы не уверены, куда вы идете после физической смерти, у вас есть возможность и дар, и благодать принять вечное спасение по вере. Просто скажите следующие слова и обратитесь к нему. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты за меня принял эту чашу страданий на кресте и умер за меня, и был распят на кресте, Иисус, и воскрес на третий день, и вознесся. И теперь есть это обетование, где Ты говоришь, что каждый, обратившийся ко мне по вере, будет спасен, будет оправдан. Я принимаю Тебя, Господи, я принимаю это спасение, я обращаюсь к Тебе по вере. Войди в мое сердце, Господь, войди в меня, спаси меня, Иисус, мой Бог и Спаситель. Во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Благослови вас, Господь.